Дорогие уважаемые братья и сёстры, эта пятница очень близка к Рамадану. Давайте же напомним себе. Напомним себе о том, что никто из нас не отрицает. Многие из нас, кто живёт на этой земле, привязаны ко многим разным вещам. Я имею в виду к каким-то мирским вещам. Мы очень привыкли к ним. Прикипели, мы зависимы. Мы дорожим многими земными вещами. Аллах, Всемогущий, Он и Велик, создал нас с двумя составляющими. У нас есть тело, и у нас есть душа. Некоторые говорят, у меня есть душа, но это некорректно. Ты и есть душа, мой друг, и у тебя есть тело. Ты сам являешься душой внутри тела. Твоя личность – это душа, а тело – это лишь часть тебя. И как получается? Вот Всевышний Аллах дал нам это. Дал нам тело, чтобы привязать нас к этому миру. И дал нам душу, чтобы мы думали об Аллахе, нашим Создателе, и о вечной жизни. Когда человек привязывается больше к этой земной жизни, он хочет быть здесь, хочет дольше жить. Посланник Аллаха, сказал нам, чем больше сын Адама состаривается, тем больше в нем молодеют два чувства. Человек, то есть сын Адама. Из года в год все стареет и стареет. И по мере его старения, из года в год в нем молодеют два чувства. Это надежда и желание прожить долгую жизнь и любовь к вещам. Жадность к имуществу в нем все молодеет. Друзья мои, кто-то из нас пришел на Джума вместе со своими зависимостями. Глаза некоторых привыкли смотреть на те вещи, на которые Аллах запретил смотреть. Некоторые слушают те вещи, которые Аллах запретил слушать. И мы знаем, что он запретил. Но мы продолжаем слушать это. Кто-то из нас привык трогать то, что Аллах запретил трогать. Ходить туда, куда он запретил. Но мы все равно продолжаем это делать, потому что мы зависимы. Некоторые из нас принимают наркотики. Некоторые в казино играют по интернету. Это разрушает твою жизнь. Ты это знаешь, но продолжаешь. Некоторые пьют алкоголь. Некоторые привыкли себя вести высокомерно. И мы знаем, что пренебрежительно относимся к каким-то людям. Но продолжаем. В некоторых из нас живет зависть. И эта зависть заставляет нас ненавидеть кого-то. И мы не можем остановиться. В сердцах некоторых из нас, кто здесь сидит, присутствует расизм. Это болезнь сердца. И человеку тяжело от нее избавиться. Почему? Это напоминание, которое я сделаю вам, поможет вам избавиться от всего этого. Некоторые из тех, кто сидит здесь, делают то, о чем жалеют. И не могут остановиться. Некоторые из нас желают, жаждут долгую жизнь прожить. И это связано с тем, что мы делаем то, о чем жалеем. Аллах и его посланник, саллиллаху аняхи вассалям, дали нам лекарство ото всего этого. И вот это лекарство позволит вам освободиться. Освободиться от зависимостей. Например, от зависимости постоянно сидеть в телефоне. От зависимости постоянно смотреть телевизор. Копаться в планшете, компьютере. Вы сможете освободить себя посредством этого лекарства. Пророк дал нам его. Лекарство это вот в чем. Его не отрицает никто. И мы постоянно видим его рядом с собой. Друг мой, ты можешь усомниться, что сдашь экзамены. Сомневаться даже в том, что ты женишься. Ты можешь сомневаться в том, вырастут ли твои сын и дочь или нет. Ты можешь сомневаться в том, что твой бизнес не обанкротится. Во много можешь сомневаться в этом мире. Но одно отрицать ты не можешь. Ни один мужчина и ни одна женщина не избегут этого. Как бы сильно люди ни старались, этого избежать не смогут. Аллах говорит, когда наступает их срок, они не могут остановить или приблизить его даже на мгновение. Это случится абсолютно с каждым из нас. Но когда чей-то час наступает, мы все думаем, что это случится с ним или с ней. А мое время придет намного-намного позже. Друзья, друзья мои, это нам внушает дьявол. Он старается внушить нам, что это не скоро случится. О чем же я говорю? Что это за лекарство? Посланник Аллаха сказал, почаще, не то что один раз, а снова и снова это делайте. Снова и снова. Много времени на это тратьте. Почаще вспоминайте разрушительницу всех удовольствий. Сподвижники спросили у посланника Аллаха, кто это, разрушительница всех удовольствий? Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, смерть. Смерть разрушительница всех удовольствий. Кто-то сейчас сидит на проповеди и думает, зачем он рассказывает об этом на проповеди? Не хотим мы о смерти сейчас думать, что это за проповедь такая? Так я вам скажу вот что. Некоторые любят говорить о том, что между небом и землей. Они не любят говорить о том, что под землей и над небесами. Почему? Они говорят, мы хотим говорить об актуальных вопросах, о том, что происходит в мире сегодня. Зачем на пятничной проповеди говорить о смерти? Я скажу зачем. Потому что если вы хотите исправиться, и чтобы все мусульмане исправились, чтобы мусульмане начали вести себя как мусульмане, так вот мусульмане будут вести себя как мусульмане только когда всерьез задумываются о смерти. Вот это мы упускаем в жизни. Есть потенциальная дата смерти и настоящая дата смерти. Потенциальная дата смерти это когда я думаю о том, что умру вот тогда-то. А настоящая дата смерти это когда я фактически на самом деле умру. Каждый из нас одурачен дьяволом. Шайтан как резинку растягивает ваши надежды. Когда ты подросток, он говорит, сейчас ты не умрешь. Когда тебе 20 с чем-то, он дальше эту резину тянет. Говорит, да не умрешь ты пока. Женишься еще ли замуж, выйдешь. Вся жизнь впереди. Вот тебе 30. Семья уже. Уже двое детей есть. А шайтан говорит, да не умрешь ты пока. Бизнес у тебя вон. Дальше резинку надежды растягивает. Не переживай, исправишься еще. Время есть. Времени много. И человек продолжает откладывать. Вещи вокруг отвлекают тебя. Ты живешь как будто никогда не умрешь. Ты обосновался на этой земле. Корни пустил. Ты на пике своей силы. Ты сильный. Ты ловкий. Ты умный. Друзья, у тебя социальные сети. Деньги в банке. Ты чувствуешь силу. Как на будильнике кнопка отложить. Ты откладываешь ангела смерти. Откладываешь его. Ты не думаешь, что сегодня ты можешь умереть. Поэтому нужно сделать то, что ты должен делать. Ангел смерти реален. Он придет к абсолютно каждому из нас. Откладывать можете сколько хотите. Когда вам 40, резинка надежд еще больше растягивается. Дьявол говорит тебе. У тебя еще есть время исправиться. У тебя же даже еще дети не выросли. Они еще женятся. Когда тебе 50, резинка надежд еще больше растягивается. Вот уже дети твои женились. Ты понемногу начинаешь соблюдать ислам. Некоторые люди в паломничество в Мекку едут. Совершать хадж. В конце жизни. Если доживают до старости. А когда тебе лет 60, резинка сильно растянута. И шайтан что делает? Он отпускает эту резинку. И теперь твоя жизнь перед тобой в виде маленькой резинки своего изначального размера. Это и есть реальность. Реальность такова, что резинка короткая. А шайтан ее растягивает. Но на самом деле она не такая. На самом деле она короче. И вот ты дожил до 60. И теперь шайтан тебе уже говорит. Все, нет у тебя времени. В любой момент ты можешь умереть. И здоровье барахлит. И че ты соблюдать будешь? Как лицемер? Че так поздно Богу поклоняться будешь? Да сколько тебе осталось? А сколько грехов за плечами? Сколько лет ты грешил перед Богом? Такие наущения. Шайтан нашептывает. Если кому-то из вас за 50 все еще не поздно. И если за 60 тоже не поздно. А молодые парни и девушки, которым 20 или 30 с чем-то. Или если вообще подростки. Начни исправляться прямо сейчас. Потому что настоящая дата смерти. Не факт, что записано на 60-70. Настоящая дата смерти может быть сегодня. Или завтра утром. А люди ненавидят об этом думать. Почему? Почему бы не поразмышлять о смерти? Это же со мной случится. Почему нет? Со мной же это будет. Не любите? Потому что привыкли к этому миру. Потому что мы пустили здесь корни. Мы любим жить и заниматься чем-то в этой жизни. А Аллах Всемогущен и Велик выразил всю жизнь человека в одном аяте Корана. Сура 57. Аят 20. Аллах говорит. Аллах говорит. Он говорит людям, что жизнь их это 5 вещей. Аллах говорит. Знай, Ильяму, знай. Что жизнь на этой земле. Это игры. Все дети любят играть в игры. Когда подростком становится ребенок. Еще развлечения какие-то у него появляются. Он не только в игры играть хочет. Но и развлекаться. Вы любите шутить. Любите смеяться. Любите ходить в клубы. С друзьями время проводить. Это все развлечения. В парке ходить развлекаться люди любят. В видеоигры любите играть. На PlayStation 4 или Xbox One. Это тоже развлечение. Не просто игры. Вы развлекаетесь. Вы хотите фильмы смотреть. Драму видеть. Это развлечение. Первое это игры. Второе это развлечение. И все это сохраняется на протяжении жизни. Третье. Когда девушками или юношами становятся. Аллах говорит украшения. Вы хотите привлекать людей к себе. К своему лицу. К своему телу. Привлекать к своей жизни. Привлекать к машине своей. Привлекать людей к самому себе. Вот чем люди занимаются. Это третье. Четвертое Аллах говорит похвальба между вами. Вы хотите гордиться друг перед другом. У меня есть то-то. Моя команда лучше твоей. Мой дом лучше твоего дома. Моя страна лучше твоей страны. Похвальба между вами. Гордиться друг перед другом Моя раса лучше, чем твоя Моя родословная более благородная, чем твоя родословная Похвальба между вами Экзамены я сдал лучше, чем ты Моя машина лучше, чем твоя Вот она, вот это и есть похвальба между вами Ила говорит, пятое Стремление обрести побольше имущества и детей Всю оставшуюся жизнь ты копишь имущество Потомство после себя оставляешь Власть свою на земле укрепляешь Вот жизнь В этих пяти вещах вся твоя жизнь И Аллах приводит красивый пример Пречист великий Аллах Аллах говорит Аллах говорит, ты видишь земледельцев Которые смотрят на небо и видят Как из облаков льется дождь на их землю Они так счастливы Проливается дождь и они видят, как из почвы появляются зеленые ростки Они ждут урожая, срезают плоды, а ботву просто выкидывают И через какое-то время зеленая ботва становится желтой И после того, как она пожелтела, через какое-то время эта ботва превращается в труху Рассыпается на ветру, возвращается в землю И Аллах говорит, твоя жизнь, мой раб Сын Адама, твоя жизнь С этими играми, развлечениями, украшениями Похвальбой перед друг другом Накоплением имущества Стремлением оставить потомство Все это похоже на то, как дождевые облака радуют земледельцев Дождь проливается Земледелец еще счастливее Вырастает вся эта зелень Он в восторге Еще счастливее Потом он срезает урожай И в итоге ботва остается В итоге пожелтевшая ботва В итоге больше никакой зелени В итоге все заканчивается Мои друзья Всевышний Аллах говорит нам Что мы проживаем свою жизнь Проходим через эти фазы А в конце что остается? Ничего Ты остаешься перед лицом смерти Так зачем бежать от смерти? Я вам вот что скажу, братья и сестры Сейчас В Торонто Вы тратите Свое время На что? Счета оплачивать, во-первых За дом платить, второе Оплачивать все необходимые нужды Для детей и семьи это третье Откладывайте себе на отпуск Это четвертое Вкладывайте в свое будущее Пятое Вот что вы можете сделать с деньгами Но я вот что вам скажу Когда придет моя смерть И ваша смерть А она придет Без сомнения смерть придет Не пытайтесь избегать мысли о ней Когда день наступит Деньги на моем счету Останутся Другим Одежда которую я оставил В своем Кабинете В шкафу Достанется другим На кровати на которой я спал Я больше не смогу спать Дом в котором я жил Достанется жене Или детям Или мужу Если жена умерла Все кому-то перейдет Все деньги которые я вложил За рубежом Все они достанутся Другим людям Посланник Аллаха сказал Когда ты умрешь Трое пойдут с тобой Двое вернутся назад Одно останется Когда ты умрешь Моя семья пойдет со мной к могиле Мое имущество дойдет со мной до могилы Пока меня не закопают А когда закопают Моя семья со слезами на глазах Вернется И когда я умру Деньги Имущество Вклады которые я делал Они уйдут Уйдут Прочь От меня И единственное что со мной останется Это поступки которые я совершал